Вот, в общем-то, вы правильно сказали. Я тоже, в общем-то, мы богатая страна. Богатая страна, нам зависит. Знаете, к сожалению, конечно, над этой богатой страной бы еще, вот сейчас он, я думаю, все-таки меняет управление, чтобы оно было более эффективным. И тогда, в общем-то, равным нам вообще не будет. Но все-таки претензии всегда наших недругов к нашей территории, к нашим недрам и так далее. Поэтому строим мы капитализм, строим мы коммунизм, нас все равно не любят. Более того, вот смотрите, ушли союзные республики, да, из СССР. Ну, кто из них сейчас процветает? Вот вы можете назвать хоть одну процветающую страну? Брать, если вот Прибалтику, да, это было просто промышленным сердцем СССР. Помните, там все промышленные предприятия, и автозаводы, и там и так далее, и так далее. Все сырье туда гналось. Сейчас этого все нет. Ну, они первые начали пиляться. Ну, правильно. Заражены были идеей, да. И оказалось... Да, они первые потеряли... Понимаете, проблема, как мне кажется, вот этих небольших республик все-таки заключается в том, что они небольшие, и им и надо или жить с нами хорошо, или с Запада. Вот когда они поставили, да, сами не могут, потому что так устроена жизнь, понимаете? Когда рядом огромное государство одно, с той стороны огромная Европа, и они выбрали тот путь и неудачно. Если брать тогда вот по Украине, да, Украина это же вообще трагедия. Знаете, я вот иной раз, да, считаю некоторых там политиков и наших, и это... Вот, смотрите, 25 лет прекрасная страна могла быть. Она была богаче России, ну, в смысле, вот когда мы разделялись. Сейчас, сейчас это развалит. Так мало того, еще черт знает кого приводят к власти, понимаете? Так вот, у меня мнение, иной раз, хотя это, наверное, может, возможно, ошибочно, может быть, не надо было Украине уходить из состава России? Как вы считаете, может быть, они не могут сами? Так они, когда отделялись, они говорили, что они нас кормят, они нас кормят. А почему-то, когда отделились, сами себя прокормить не могут, правильно? Не могут прокормить их, и все поехали в Москву устраиваться на заработки. На заработки. Да, смотрите, вот даже, конечно, конечно, особенно девушки, да, все в России. Да, рынок проституции, так сказать, не поднял. А там вообще процветает. Да, с этим я согласен. Но неужели, отделяясь от нас, Украина мечтала о такой жизни? Да, конечно, нет. Они думали, что вообще... Они думали, заживем, понимаете? И 25 лет питались тем, что им оставила советская еще власть. Вот оно все закончилось. Вот сейчас к власти пришли, в общем, скажем, я врать не буду, не люблю, моральные уроды. Фашистами их назвать, не фашистами, но вот просто вот эти, как их там, бокалейщики, всякие лавочники, которые, что такое государственное... Которые еще 2-3 года назад орали этому, как прежнему-то... Януковичу, ура! Сейчас это... Ихний премьер-министр 8 лет назад орал, ну, как его-то... Яценюк 8 лет назад орал, что без России экономика это самое умрет. И тут же перекрывает, вот видите, самолеты эти не летают. 80% летали украинцы на работу в Россию. Теперь они будут задними вот этими самыми... И людям же хуже... Вот весь вопрос тут вот назревает. Может быть, не надо было Украине вообще отсоединяться от России. А надо было бы жить в составе одного государства, именно Украине в частности. И жить себе припеваючи. Сейчас же было бы все нормально. А другой вопрос я вам хочу задать. Вот сейчас идет вопрос, там, многие государства хотят оттяпать в Украину территории. На Галицию претендует. Польша, там, Румыния, там, на свое, даже Венгрия, на Закарпатии. Вот все считают, что, ну, как вы к этому относитесь? Вот вообще, имеет ли право Польша на ту же самую Галицию? Тогда и наша часть какая-то. Ну, наша часть тогда получает. Нет, но если вот рассуждать с точки зрения нашей части, да, то получается, вот это и вся Украина, и есть наша часть, как бы так. Ну, вообще, как это мы распадали? И так, да, и так можно сказать. Как можно отделить государство? Нет, это я не говорю к тому, что где правильно, где неправильно. Это просто разговор. Ну, вот к чему привели сегодняшние антироссийские настроения в украинском обществе. Они думали подгадить нам, а подгадили сами себе. Теперь их ниже и европейские братья, видите, что с ними творят? Они отказались, и там денег нет, ничего нет, еще и территории отдайте. Сейчас поляки как начнут вы это самое нести, отдайте наше все, что это? Так, всю Западную Украину отдадим. Черновицкая область, по сути, это в прошлом Румыния. Вот, как. Так, а люди не знали? Это точно Румыния. Закарпатская область была то Чехословакия, и то это, пока Сталин не присоединил, это все к Украинской СССР. Ну, а Киев-то столицей был нашего российского государства. Ну, там... Ну, встари был давно. Это когда было, да. Это было, было, потом не было, потом, знаете, потом... Там история очень сложная, и там это самое... Ну, тем более, если Киев русский город, почему он не русский? Да-да. Ну, тогда так можно задавать вопрос. Все изменится. Я одно могу сказать. Все изменится, и Украина вернется, так сказать, вся, я не сомневаюсь, в родную гавань. То есть, понимаете. Ну, вот, когда один народ стравливает с другим, вот такая вот происходит ситуация. Вот, я это к чему? Путин, например, не придерживается вот этой вот теории. Нам в ответ надо ненавидеть украинцев. Он считает, что украинцы братский народ. Несколько запутавшийся. И основная цель России и нас, и наша в том числе, вправить головы вот этим людям, которые ошибаются. С ними надо беседовать, беседовать, приводить в чувства. Конечно, оголтелых бандеровцев в чувства не приведешь. Но те, кто всего лишь обманут на каком-то этапе. Вот и цель и нашего штаба во многом, и их приводить в чувства. Благо, украинцев здесь тоже более чем предостаточно. А я была вот в Крыму в этом году. Вот в этом году. Расскажите нам чуть-чуть. Вы знаете, они настолько довольны. И все так мирно перешло. И что говорят, ой, да там они недовольны, да там то, да там ничего подобного. Жизнь идет мирно. Единственное, это едешь и... Да еще русские все знают, и по дороге все, что Россия когда... Когда, как по СССР, она застыла, как по СССР, я тоже знаю, это прекрасно. Да, да. Крым это как бы как 25 лет назад Россия. Ничего не там не построили, не восстановили. Зато место прекрасное. И самое главное, и самое главное, кроме того, что Крым это Россия, Крым это наши ближайшие соседи. Конечно, сейчас идут споры, что жемчужина. Я абсолютно, конечно, уверен, что именно Кубань жемчужина. Но Крым тоже. Но круче всех все равно Кубань. Согласны? Я там уже докомилиться. Разумеется. Значит, это... Давайте просто резюмируем. Все-таки нам есть из-за чего стремиться к тому, чтобы Владимир Владимирович Путин в 2018 году стал президентом Российской Федерации. Потому что сегодня мы горды тем, что мы россияне, благодаря ему. Ну, спасибо вам. Спасибо большое.